Мир вам Мир вам, здравствуйте, Игнатий Тихонов Что-то я три раза говорю, заходите, вы не заходите Что-то не ладится с аппаратурой или что? Есть такое дело Так, вы хотели что-то узнать? Да, я хотел вам задать вопросы Вот, как мне было с вами согласовать Отправить вам файл с вопросами? Чтоб вы прочитали Нет, нет, вы зададите У нас все записывается, выставляется в интернет Вы не против? Я не против, просто вы прошлый ролик-то еще и не залили Ну еще у нас они идут Еще я посмотрю, он там против был выставлять Алексея Я не знаю, выставлять его или не надо Он видишь, как упирался, упирался А у меня это уже сомнение Они такие люди, коварные очень Которые сомневаются Они сначала да, потом нет Потом начинают разные там пакости делать Мне это не нравится Даже согласие дает не сразу И то потом наворачивает, ходит Что-то там где-то, всякие пакости собирает У меня уже опыт большой на этом деле Я слушаю, говорите, пожалуйста Так Сейчас Есть ли у вас духовник? А что это за допрос? Ко мне-то зачем это? У вас вопрос для вас что-нибудь есть? Ко мне-то зачем вопрос? Это моя жизнь Как выбрать духовника? Вот я хотел бы спросить Другой вопрос А то у меня есть Вам нужны деньги, а вы сразу ко мне А у тебя деньги есть? Даже есть, да я уже насторожусь Как выбрать? Апостол Павел показывает как? По сродству Почему я на того, как избираю и говорит Пастыря, не избери волка Ну волка можешь отличить от пастыря? Ну вот избирай Сверяй со священным писанием Гляди, как он живет Что он ищет И когда дает совет Что он советует? В твою пользу Или он говорит поистине? Может для себя выгоды ищет Найти доброго наставника Ну как сейчас принято называть Духовника Очень непросто Ладно Вы еще-то ушли У вас один лоб только видать Отступитесь назад Вот так А я читаю вопросы У меня они тут Ну вы перед собой бумажку возьмите Чтоб вам видно было Нет, они мне не на бумажке Они у меня в файле А, ну давайте, ладно Ладно, я не вижу Я вот и хотел вам их проще Что сбросить сразу же Да нет, я отвечать буду Зачем сбрасывать-то? Живое общение лучше, да? Все-таки Ну вживую я вам сразу отвечаю Зачем мне время тратить зря? У меня времени нету Вот, вопрос о монахах египетских Вот вопрос такой Вот они уже были опытные Или вот новоначальные Вот у святых отцов я читал Что вот взяли, ушли в пустыню И не взяли с собой еды И там погибли И вот как Бог такое мог допустить Что они умерли И как-то не подал им печень И какими-то путями непромыслительно Не помог им Что вот они раз и умерли От самонадеянности своей Или как вот? Апостол Павел говорит Желаю, чтобы трудились Своими руками Дабы было Из чего уделять нуждающимся Себя прокормить И милостой не подавать А о том, чтобы уходить с собой Не брать и погибнуть Нигде нет Это самоубийство А самоубийство не прощается Ну а ради Бога Если вот это все делается Бог дал руки и трудились Он говорит Будешь есть хлеб в поте В поте твоем Лица твоего Будешь есть хлеб Первая глава книги бытия Что выдумывают-то? В третьей главе Как о грехопадении говорится И далее сразу говорится о поте Пот не должен быть И Павел говорит, что Он сказал сам Господь Блажение давать, нежели брать Не ждать, когда ты за стеной сядешь Там будешь сидеть А тебе кто-то приносить будет А надо, чтобы ты работал Чтобы было еще подать Нуждающимся, многодетным Больным, немощным Ну вот то, что Бог Это все-таки допустил Что они умерли Там от самонадеянности Люди иногда бросаются с высоты Посмотришь экстремалы Прыгают А там его задержит веревка Прям с пропасти Та оборвалась веревка А то ну и полетел Все И внизу только плывет труп уже Зачем? Когда Господу сказал Бросься вниз На руках понесет Он говорит Не искушай Господа Бога твоего Христос ответил Сатане Четвертая глава Евангелия от Матфея Ну хорошо Следующий вопрос Вот я уже задавал О свободе воли Или не задавал Может быть помните, да? Ну говорите А вот Есть сверхличное я То есть вот как Владимир Николаевич Лоский Такой православный богослов Пишет в своих книгах Вот там Бог и мировое зло Мистическое богословие Вот у него книги есть И вот сверхличное я Якобы свободно от всего Ничто на него не воздействует Оно полностью свободно Так вот вопрос А откуда эта свобода воли Это дается этому я Вот это вот И как-то оно определяется Рационалистически или нет Господь говорит Сотворим человека По образу и подобию нашим Бог свободен И человека делал свободным Но эта свобода Зависит от человека Правильно ли он ей воспользуется Свободой надо уметь пользоваться Это свобода совести Никогда не лгать Не лукавить Не изменять Не подлищить А ты можешь делать и так и так Почему император сказал В момент отречения Говорит Кругом измена Трусость и обман Вот такая воля Измена Разве это воля Божия Система ценностей какая-то Да все-таки Ну ценностей Системы Таких слов нету Написано Мы должны быть Будьте святы Как я свят Говорит Господь Бог Нас сотворил По образу своему И мы должны В свободе пользоваться Помолился Господи Как не нарушить волю Твою Да будет воля Твоя Не моя воля Но Твоя Вот от силы Свободен Может Не здесь окно разбить И в окно вылезти Но для этого есть дверь Так можно что угодно делать Но мы молимся Да будет Твоя воля А не моя Яко на небесе и на земле Отче наш Сущий на небесах То мы считаем Мы же не свою волю Пестуем Не выдвигаем ее Ну получается Что человек Был создан Изначально Вот первый человек Или первый вот ангел Тот же Деница Он был Не идеально свободен У него какая-то степень Все равно ограниченной Свободы была Или полностью свободен Был на сто процентов На сто процентов Даже зло мог сделать Вот дерево познания Добра и зла И даже это он Сделал И Бог не остановил его Даже здесь Так он все делал А что он мог делать В то время дискотеки не было Телевизор не смотрел Но он ходил Зверям дал название Он уже в пророческе Дух у него был Ян Златоуст говорит Ну а потом Этой свободой Дурно воспользовался Стал слушаться жену Если жену слушается Это подкаблучник Адам-то он подкаблучник Он бы ей говорится Этим яблоком Пол бы треснул И она все бы заглохла А он побоялся Может быть О, жена теперь Больше меня знает А она что знает-то жена Она лукавая Хитрая Прожора Мне непонятно одно Бог же все сотворил добро Все И сказал Все добро сотворил И как в этом добре Зародился именно импульс Вот этого эгоистичного Для себя Быть самому Богом Вот как это так Я не могу Никто не знает как Причина только показана Какая Возгордился Даже не гордость Говорит А гордыня До гордыни Дойти надо же До нее тоже как-то Рассуждать об этом Не приходится Святые Не показывают И мы не можем Рассуждать В Библии Об этом не сказано Нету И поэтому Рассуждать не надо Зря время тратить Ну отходят от мира И тогда люди Из-за этого Что не могут понять Этого Это как тут Структура-то Никто Епископ и никто Тут страшное дело Их вызвали Они согласились Все делать Теперь питаться Из кремлевской столовой Открыть семинарии А зачем они семинарии Это если Там не дело божье Преподают А изучали Конституцию СССР Изучали Там все Самое безбожное Уже после анекдоты Разговаривали Рассказывает Габелла 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 Случай такой Однажды Что окончил Духовную академию И остался верующим Один человек Туда Хочешь быть богат Отдай душу в ад Я очень хорошо Их знаю Меня нигде Не принимали Нигде Даже близко Даже ходатайствуют Там Поручаются Никаких Согласен Все Как только узнали Мою фамилию Услышали Мгновенно Нет Ни под каким видом Почему Потому что Они видят Кто перед ними А вот Катакомное Вообще Православие Вот вы как Думаете Что вы думаете Об этом Если у них Есть священство Сохранилось Это самая истина Да Из истины Их никого Уже и нет Они прямо Прочиняются Богу Они Патриархию Вообще считают Что это Безбожья Антихристовая Организация Ладно Хорошо Следующий вопрос Вот Сегодня Сотрудничает ли Московская Патриархия С ФСБ И Или ГРУ Вот Правда Или Есть ли такое Вообще Или нет Ну мы скажем О прошлом Времени Прошлое Это говорит Не кто-то О Кураедов Это Председатель При Министерстве В Москве По религиозным Культам Все 100% До единого Архиерея Ставленники КГБ У них Сейчас вот Андрей Кураев Публикует Какая кличка У Этого Алексея Второго Ридигера Была Дроздов Вот который Сегодня Кирилл Михайлов Они Агентурные Клички Имеют А для Чего Тогда Нужна Была Патриархия Чтобы Развозить Заразу Коммунизма По всему Миру И Они Везде Говорили У нас Гонения Нету У нас Нету У нас Такая Свобода А в это Время Уже 200 Голов Отрубили И Они Стали Всех Называть Врагами Народа Которые Сидели Этого В мире Никогда Не Было Потому Что Это Исповедник Это Слава Церкви Они От всех Отреклись У меня На суде Когда Надо Мной Суд Был Самые Поганые Свидетельства Лживейшие Сатанинские Давали Священники А Интересно Выступает Священник У нас Скачков Михаил Федорович И говорит Игнатий Он Нарушает Наши Лояльные Отношения С советской Властью Он Ждет Мессию Запада Это На суде У меня Все записано Это А выступает Тоже Михаил Федорович Но Заместитель Начальника Нашего Где я работал На государственной Работе И говорит Он не делал Различия Между партийными Непартийными Он Обо мне Говорит Когда работали Все что оставалось Ничего не пропадало Все отдавлялось Самую прекрасную Характеристику И оба Михаила Федоровича Поп дают Самое отрицательное А я у него Причащался Абсолютно Лживые Поэтому Они Какие были Такие остались Вот сейчас Как они себя ведут Завтра у нас выйдет ролик Утром я поставлю Там 39 номер А потом Через день Я поставлю Называется Подлинный лих Московской патриархии Как наша женщина Переехала в другое место И они ее В храм не запускают Она на улице Она на улице стоит 30 градусов мороза Она стоит Мерзнет Два часа И они ее не пускают В храм Архиерей уже сказал Был архиерей Говорит Иди в храм Я благословляю Поп не пускают Ни под каким видом Они никого не слушают Они бешеные волки И она у меня Сидит здесь Дает интервью Вы посмотрите Завтра посмотрите 39 номер В конце я ее Маленько взял На видеоканал В свете библии На видеоканале Да? Где вы ролики Выкладываете В свете библии Да? Ну Где? Ютуб Наши Видеоканал Видеоканал Ну и В моем мире Я их копирую сюда Все понял Видите как Она не имеет Ничего Ни слова И они к ней не имеют Но только то Что она не такая Они уже убивают ее Они ее на улицу выкидывают И она при жаре Стоит при морозе Даже в притвор храма Не запускают У нас есть остались Вот какие-то фамилии Знаете может Священники Которые все-таки Еще не сотрудничали С ГРУ Или ФСБ Вот остались Я могу назвать Скажите пожалуйста Ну в первую очередь Это Абакан Абакан Хакасия Там храм Константина и Елена Отец Геннадий Фаст Знакомый Это я уже знаю Которых Могу сказать Где есть Город Тайшет Иркутская область Отец Василий Толстенко Он сам бывший Кажется Офицер КГБ Обратился К Богу Он в православе Люди которые В моем доме Пришли к Богу Отец Наум Израиль Еврей В моем доме Обратился Борщиков Вот Которых я знаю Игумен Кирилл Сахаров Берсенев Кота Метров 200 От храма Христа Спасителя Есть такие священники Искренне Мой брат родной Отец Аким Он вообще ни с кем Не связан никак А вот Лука Войны Исеневские Он же никак не сотрудничал Вот я вот все читаю Мне нравится Его читать Или что-то Он как сотрудничал Он был Узиком Он исповедник Он страдал За слово Божие Его же они мучили Эти же чекисты же Он много претерпел Мне нравится Вот его читать Очень много полезного Про мозг Он пишет Что мозг Это не главное Оказывается Что там мысль Не зарождается Там в другом месте Зарождается мысль Это вот интересно У него все это Ладно, хорошо Много претерпел Он много Хорошо Следующий вопрос Признаете ли Крещенскую воду За великую святыню Вот такой вот вопрос Действительно Ажиотаж Володя Принеси-ка воду Где он Воду Принеси-ка сюда Которую Вот Сейчас посмотрите Вот Святая вода Только что Только что Принесли Из храма Пожалуйста Мы Каждое утро Пьем Святую воду Каждое утро Вот мы были в поездке Вот вообразите себе Мы ехали 4 года Фактически Начиная от порта Находки Владивосток До Португалии Прошли Турцию Скандинавию Прибалтику И везде пили Сырую воду И никто не заболел Вообще Так вот Ажиотаж Крещенский Вот флягами берут Флягами Черпают воду Люди бегут Туда Вот что это Вот такое Ну вот вода У нас бутылка Вот этой бутылки Нам хватит Ее хоть на 100 лет Мало воды Опять доливая Она такая же Самая остается А вот ажиотаж Почему люди Так бегут Это как Они другого не знают Они просто Не знают другого Их так приучили К вещественным началам Мы каждый день Просфор уберем Утром едим И святой водой Запиваем А если нету Ну нету Нету Значит Да нет И спроса нет Ну они как Чудо видят В самой воде Для них вода Это бог что ли Или как Да ну не бог Но они так понимают Чтоб не болеть Поэтому они берут Там и борщи варят И все А им даже Маленький бутылок Только там Одна капля Хотя бы попала И вся фляга Освещенная будет Вера Да нету Ооо Вот оно что Да Так Хорошо Дальше Благодарю Остатном огне Вот тоже Аналогичный вопрос Что вот Действительно Он есть И вот И про католиков Тоже Вот Что вот Католики Вот вроде как Отрицают Это все Ну что отрицают Что вот Не верят Огонь Это не говорит Еще о святости Огонь С неба Будет сводить Антихрист Ничего там нет И что там Делает Вы посмотрите Как молодые Арабы Друг на друга Скачут Что они там делают Господь не сказал Чтоб чудо искали Говорит Иудеи требующие Делать Первое послание Коринфян Первая глава А Елену Мудрость А мы А мы То есть Портие положим Мы проповедуем Христа Распятого И он зато Мне чудо Не надо Я верю Без чудо И мне оно Не надо Я верю Без чудо Но Благодарный огонь Действительно Есть Правда Не знаю Не знаю Кто верит Ну пусть верит Что там Вот говорили Зажигалочкой Там проносят Там поджигают Не знаю Я не видел Ни зажигалок Ничего Мне нужны В этом даже Никакое нет Есть он или нет Хоть каждый день Будет Десять раз Загораться Что от этого Если я в грехе живу Надо жить свято Чтобы Дух святой был в тебе Чтобы огонь горел Любви к Богу Чтобы проповедь твоя Говорит Как Пушкин писал Глаголом Жги сердца людей Глаголом Словом Божьим А то огонь Там Их не допустили Лопнула колонна Там огонь Вырвался Да что угодно Можешь говорить Так Хорошо Следующий вопрос Ваше мнение О профессоре Осипове Стоит ли его слушать? У него много хорошего Он много хорошего Говорит Не нравится мне Что он бритый В галстуке Это я сразу говорю Он подделывается К власти И в старое время Он был уже профессор Самый старый Там профессор В то время Когда должен быть студентом И то надо было На 10 раз проверенным И чтобы он не сотрудничал С властью Я никогда не поверю У него и кричка Какая-нибудь Агентурная есть Псевдоним Что угодно А говорит он Много хорошего Ну а как человек Вы его знаете Не общались с ним Я ему материалы Свои представлял Вот книга есть Он все одобрил Я по телефону разговаривал Ну еще больше Я ему вопросы-то Задавать никакие Не знаю Зачем Я могу сказать Где он говорит неправильно Вот у меня Сайт называется Во свете Библии Сайт Не форум Сайт И там я отвечаю На 4124 вопроса Я отдельно там Разбираю 60 вопросов Которые Ну 50 скажем 54 вопроса Которые задавали Митрополиту Кириллу Он был еще не патриарх Патриарху Алексею Второму Старобрядческому Адриану Козлову Юрасову И все отвечают Примерно 5-6 вопросов Правильно Остальные неверно Да Я показываю Как он Вопрос ему задан Задан Как он отвечает А потом дальше Как надо И вы там Разбор выступления Просчитайте Это все в интернете стоит И ни один человек Оспорить не может О того Ни один Догматично так Да Или как Ну он говорит А я дальше По писанию показываю Библиотка Говорит он так Ну с чем я соглашаться Это буду Не с человеком же Он говорит А почему Я стараюсь объяснить Почему Или боится Или не знает Так Хорошо Ладно Запомните Разбор выступления Зайдите на наш сайт И вы там увидите Я разных Разных знаменитых людей Разбираю Их вопросы Ответы Во свете Библии Они писания не знают Или страха Божия не имеют Люди-то приходят Не к нам Ты пришел не ко мне Тебе охота узнать Как слово Божие Отвещает Зачем я буду думать Когда Бог уже ответил Мне надо только правильно Передать ответ Чтобы ты уже не ко мне Обращался Или стал в святую Библию И говорил Да правильно отвечен Вы как весть Я вам отвечаю конкретно Какая глава Какой стих Открывайте и смотрите Это Бог вам отвечает Не я Мои слова то Они если отсутствуют Вы считаете слово Божие Говорит апостол Павел сказал Я то при чем здесь Хорошо Лата Следующий вопрос Я вас не утомил Ни грамма Я вот нахожусь В поиске истины Куда мне пойти В московский патриархат Или в зарубежную церковь Или к Тихону в Омск Вот куда мне вот Примкнуть вот Я не знаю Я никуда Никому не показываю Путь Всем показываю Только в одно место Московскую патриархию Там самая большая беда А где самая беда большая Там больше всего Труд потребуется Трудиться Работать Восстанавливать Порушенное Потому что Патриархтихи Что во всем Родильном доме Ни одного живого нет Вот а что Что это не беда А кого они рожают А никто не приходит Ладошкой по лбу Не крестит Никто ничего не понимает Что делается Вообще ничего люди не знают Это мертвые Выкидыши Абортированные Тут работы День и ночь Надо работать И священники Ведут себя как Представьте Киану крестить И люди креститься А он видит Это гада ползущая Гады жадные По рождению Ехидниных Кто внушил вам Бежать от будущего гнева Ехидна это змея А господь прямо Говорит Змеи Вот среди этих змей Надо работать И вот терпеть надо Да все это получается В итоге Ну а по другому как Не убивать же не будешь Его Надо работать Его наставлять Может быть он переродится Молиться о нем То есть Если он допустим Работает К примеру Если я работаю В Московском патриархате Я должен Терпеть их Ну ладно Не терпеть Скажем А какой выход то Ну что делать Бежать что ли куда Да никак Работать только Работать с ним И смиряться Смиряться Вместе с архиереем И как будто Никогда ничего не было А я У меня книги Там Которые люди Принимали Это Покупали книги Он их давай На исповеди спрашивает Брали нет книги Игнатия Лапкина Брали кто На исповеди Не приму А один там Юшков Его фамилия Предприниматель Он говорит Ты книги Брал Он говорит Да у меня есть Я купил А ты знаешь Что я тебе ради Буду поп сдавать Ты покупал Говорит Нет Ты не стал Ходить больше В церковь А сейчас Сам И занятия ведут И благословляют И все И мы на фотографии Теперь вместе Поэтому Крест ни на ком Не надо ставить Вчера он такой А сегодня Может такой быть И таких людей Ни один И ни два А бывает Наоборот Душа в душу И вдруг Сделается врагом Изменник Предатель И теперь Ищет таратников Чтобы меня свергнуть А он даже Не понимает Что это не под силу Никому Как у нас Были такие Ушли там Изменники Мы добьемся Чтобы вашу общину С регистрации сняли Добились они? Нет конечно Я говорю Нас даже Путин Не снимет с регистрации Потому что У нас все по закону Путин-то это гарант Конституции Не для того Чтобы нарушать ее Еще вы Трясетесь им Он должен наблюдать За тем Чтобы жили хорошо люди А не за тем Чтобы гнобить кого-то А вы бы могли В московском патриархате Работать Вот на данный момент Или нет? А я и работаю в нем Пятьдесят три года Работаю И так же Молитесь за патриарха Да вот Ну а как же Каждый день У меня дня не было Чтобы я не молился О патриархе Как это так? Я и работаю В патриархии Мы ни одного человека Никуда не направили К себе у нас запрещено звать Понимаете Такого общины не было От создания мира Что к себе нельзя звать А я отсылаю туда Где против меня Войну объявили Пятьдесят три года Они воюют А я к ним людей посылаю Вообще Это не объяснимейшее явление Хорошо Ладно Следующий вопрос Вот по поводу Ваших книг Вот хотел бы Несколько книг Ваших приобрести Вообще Каким способом И как Вот Я вам сейчас поговорим Я вам внизу скину данные Прямо сразу же Да Просто способ Как это все Я скину там внизу Какая цена О чем Куда переслать деньги Все будет сказано Все Все понял Спасибо Ладно Вот И вот по поводу Себя Отличный вопрос Я вот У меня не было Трех лет подготовки Вот как вот Вы говорили Что надо готовиться К крещению Что вот Крестился И дело в том Что я вот Перед крещением Даже вот как-то И пьянствовал В общем Из похмелья Пошел у меня Батюшка крестил Вообще Все это вот нормально Это вот Все вот При московском патриархате Это было Не буду имя батюшки Называть конечно Ну вот он меня взял Вот так вот Без подготовки Из похмелья Меня перегаром Это да Действительно Был у меня такое И вот он меня взял И крестил Ну как крестил Трехратное полное Погружение под воду Нет Погружение не было Это обман Ничего не было Обман Это фикция Вам нужно готовиться К настоящему крещению Уверовать Перекреститься Надо получать Перекреститься И будете прощены Все грехи С вас смоются О как Вот это да Да по другому Да по другому никак Потому что это называется Профанация Вы были обмануты Вам ничего не преподали Господь сказал Кто будет веровать И креститься То есть кто будет веровать И погружаться У вас не было Ни веры Ни погружения Откуда вера Еще было Это ничего не было Я вот в саминник До сих пор И туда Шатайка у меня Такая идет У вас знакомые Священники Есть Вы скажите У вас есть требник Крещения И там написано Когда человек Должен уверовать Принять Христа Дальше Троекратное Полное погружение Как Алфеев Митрополит Иларион Говорит У нас по другому Ни одной книги Нет написанных Недавно читал его Кстати да Читал его Ну это он С Дугиным беседует Это у нас в интернете Выставлено Это он говорит И патриарх Об этом говорит А оба Крестят Ладошкой Мокрой по голове Говорят И делают наоборот Господь говорит Что говорят делать А по делам Не поступайте У нас в храме Нет такого Что такое Купели И троекратного У нас нет А не надо каждый день Крестить Один раз в году И достаточно Как в первом Бостовской церкви Будет месяц июль И в июле пойдите В реку Ну конечно Иисус где был Крестился В этом Вердане А где князь Владимир Крестил в Днепре Ну не шланг же Поливал он их Вот так Ладно Спасибо Слава Христу Вера православная Это полнота Это чистота Целомудрие Нежность Вот и про крещение Младенцев Вот уточнить хочу Где в писании Есть место Где написано Что у младенцев Можно крестить Или все таки Осознанное Вот там вот крещение Вот Ну понимаете Я отношусь сейчас На отца Дмитрия Смирнова И на Осипова Они это понимают Правильно Крестить нужно Только у верующих А остальное Это пустая затея Они ничего не знают И уходят А прямого повеления Нету Но есть То что Ветхозаветнее Было образом Тенью будущих благ Так вот Крещение Было Прообразовано Обрезанием Обрезание делали В восьмидневном возрасте А человек Рождается Это во грехах 50-й псалом 7-й стих Во грехах Защат Беззаконие Защат Во грехе Родила меня Мать моя И его Говорит 14-й глав 4-й стих Кто родится Чистым Отечествование Один И об этом же 1-м Коринфянам 7-14 Иначе дети Были бы у вас Нечисты А теперь святы И поэтому В верующих семьях Дети должны быть Крещеные Это Ковщик Церковь Ковщик А в Ковщик Дети должны входить А вот если Младенца крестить Вот только родился И что дальше будет Вот какова На 8-й день Сразу не крестят На 8-й день Крестить-то можно Да, младенца? Если родители верующие Еще раз говорю Если они Ходят С ленков Прещащаются Это Дмитрий Смирнов Говорит об этом Я говорю Крестил 20 лет Оглянулся Никого нету Девки Блудницы Выросли Еще дальше Понятно Приведут родителей Нужны к вере Его привести Которые верующие Дети Обязательно нужно крестить Обязательно Но для крещения Нужно чтобы родители Уверовали Хрестились И чтобы это все Было бесплатно Если за крещение Просят деньги Уже крестить нельзя Это симония Вот И где в священном писании Конкретно указано О полном погружении Если есть такое Конечно Да как оно по-другому Оно и никогда не может быть Зачем тогда в воду сходить И написано И когда Иисус выходил из воды То, что в крещение считали Зачем в воду сходить Тогда взять Как пишут Показывают католики Черепушка стоит И на голову льет Из раковины Слово означает Умерли мы В смерти его Все вы во Христа Крестившиеся Во Христа Облеклись Облечься во Христа Надо Заново родиться А как человек рождается Кирилл Усталимский Говорит Скрываясь в воде Мы умираем Выныривая из воды Мы рождаемся заново Это могила Могила вода А какая могила Когда ты стоишь на месте Это мавзолей Ленина Интересно как Это Старый человек Умирает Мы в смерти Его крестились И надо не опрокидывать На спину Это положение Во гроб 4-6 Об этом считаем В римлянам Апостол правил Называет смерть Это И при том Во всех требниках Во всех поучениях Все до одного Святые отцы Так и учат Я вот материал У меня Зайдите на наш сайт И там Увидите К истинному православию Моя книга стоит И там о крещении говорится Я привожу 136 свидетельств Как крестить надо Это святые отцы Каноны Каноны А какие каноны 50 апостольское правило Если нет погружения То священника Надо извергать Выбрасывать Это разбойник Так Хорошо Великий пост Многие проходят Соборование Как у вас В общине Вообще Вот это вот Все проходит В общине Приезжает Епископ Приезжал Все время Больные Приходят Ну так же Как везде Но Тут Ошибка какая Приходят люди Прям здоровые Совсем С работы Отпрашиваются Приходят Соборуются Писание нам Говорит Апостол Павел Этот Яков Если кто болен Призовет Пресвятеров Призовет То есть он сам Ити не может А зовет к себе И помолятся Над ним То есть ты лежишь А над тобой склонятся И помолятся Ты лежащий Ты лежишь Парализованный Или как Тут все наоборот Стоят здорово Их мажут Они как оладушки Блестят Стоят Я еще ни разу Не соборывался А зачем Никакой нужды нету Вот когда буду лежать Там видно будет Это не как Это петух Клюнет Как говорится Или нет Петух клевать Не может Нет Ну это выражение Такое Оно неправильно Его надо выбросить Не поминать Дотянуть до того Что это Дотянуть до того Что это А зачем тянуть Мне 77 год Я еще ни одной таблетки Не съел Что тянуть Вот у меня Третий день Болит плечо У меня же руки Все вывернуты И я на коленях Долго был В воскресенье И от холода У меня воспалился Нерв там В плече Я не могу Левое плечо Возить вот Я даже Креститься Больно Задевать Ну сейчас легче Да тут давай Натерать Там приносить Я ничего не принял Я не принимаю Ничего Совершенно Молюсь Святой водой Потер И все А дальше Еще будет Терпите Как Бог велел Да Ну Я знаю Что если у меня Одно не будет болеть Будет другое А это переносимое Главное на левой А я сплю на правом Она не мешает мне спать Главное правой рукой Креститься А болит то левая Левая мне Ой я не могу даже Раздеться Вот стоит Никита Он мне помогает Костюм надеть Так я даже рубашку Сейчас не снимаю Сплю так Третий день А что с руками Почему они вывернуты Это как так Ну меня пытали У меня Что со мной было У меня все Я весь искалечен Еще с меня спрашивать А потом в холодилке В морозилке 13 дней держали А сколько градусов Было в морозилке Да один Бог знает Сколько У меня бронхи Все полетело Как тряпки У меня Что я живу Это просто дива Божья Что я живу Ну извините За вопрос Такой что Пожалуйста Вот Опять же Отсекло Про себя вопрос Я вот В сожительстве Был с девушкой Не задалась Жизнь у меня Вот Что мне делать Вот дальше Вот мне Мысли Или к вам приехать Побыть у вас А зачем А зачем Если остаться Благословить Что вот К нам ездить не надо Мы никого К себе не зовем У нас это запрещено Вы там работаете У вас там священники есть Познакомьтесь поближе И Господь все управит Сделает Вот нам сколько пишут Как крещение Бывает не могут найти Те тогда к нам приезжают Они проходят полный курс Соглашение А другие там находят Вот они Петрозаводские были И не могли найти Поехали на Афон А там это Патриархийно Московская патриархия Это мочение Они совершенно не признают На Афоне На горе Афон И они вышли Всем монастырем Говорят И в море крестили Такой Говорят Праздник там был То есть мне К вам Никак Только здесь Зачем Никакой нужды нет Вы там ищите Священников Обязательно Спрашивайте Простите У нас У нас Сколько было здесь Священников Они никак не хотели А в этом году Уже нескольких Человек Они крестили В соборе При митрополите Мощеных Главное Если Если не моченые Просто с неверующим Тогда они крестят Но если был моченый Все Не под каким видом Как будто пищать Антихриста на нем Но тут Стали теперь Крестить и таких Угу Вот Посмотрел я Тут ваш ролик Беседа с Пятидесятником 14.03.15 Года Вот Ваше Вообще Как прокомментируете Вообще Этот ролик Да я еще Комментирую Там все сказано То что я говорю Комментировать Уже не требуется Там полные Комментаторы Самое хорошее Запутаются Потому что Прибавить еще Нельзя Все сказано По канонам По святым отцам По житиям святым И главное По святой библии Что там Комментируют Вера есть или нет Если вера есть Полная молодость У меня форум Вы посмотрите 1580 тем И уже полгода Ну каждый день Заходит Примерно 350 человек В среднем 350 это человек И ни одного Слова нету Они только Питаются и берут У меня спорить не о чем То что я отдал Дальше это уже Ити некуда Это конечно инстанция А была с ним Еще раз беседа Нет С этим Человеком С 50 Больше и нет Ничего Я ответил Когда Несогласные Которые там Бывают под роликом Комментарии дают Вопросы дать Я уже никогда Не отвечаю Не надо Я свое дело Сделал Я ответил До свидания Больше не будете Беседовать с ним Не будете пытаться Придет Так и будем Вот я с вами Не думал Что вы придете Вы один из таких Вначале-то вас не было Вы за экраном Где-то сидели Ну хорошо Ладно Следующий вопрос Так Так Как вы смотрите На староверах Белокренецкого Объединение В чем у них Недостаток Ну какой недостаток Во-первых Это законная церковь Законная иерархия У них митрополит Корнилий Это настоящая церковь Они Не в полное погружение Ни одного Ни разу не крестили Никогда И которые Вот эти Приходят Не каньяне Ну из этой церкви Это они всех перекрещивают Они перекрещивают Они не крещеные Но у них Библия Не является авторитетом Это они сегодня Уже так говорят А это страшно Далее Никакого обличительного Слова Они не принимают Они как ЦК КПСС Поэтому они обречены На такое Существование Когда люди Не двигаются Вперед У них вся проповедь Такая Ты еретик Переходи к нам Все Ты еретик Переходи к нам Страшно упрямая Я их знаю Это церковь Но в этой церкви Надо работать С КГБ Они работали Работали Все Уже клички известны Все Это отец Глеб Все опубликовал Сотрудничали все И Олимпий У них там был Иосиф Архиепископы Тогда были Все сотрудничали До одного Иначе бы его Не поставили Это все Уже опубликовано В печати Ну вот Нескромный Конечно Личный вопрос К вам Можно задать Ну а значит Он полезен вам В пределах Конечно Ну Вот по поводу К вам Спасение какое Допустим Вы можете спросить Лично Сколько я тращу На что-то Чтобы вам Эту норму войти А если нет Вам еще и не надо Это пустое Семейное положение У вас Дети у вас Жена Вот было Было Нет Вот такого Зачем К вам Это как Относится Никак Это пустое Это знаешь Бабки у колодца Там могут Рассуждать Не надо Вы никогда Умом Не едите дальше Вот когда В вагоне едешь И такие люди Приходят Спрашивать Это от пустоты Им еще не надо Когда приходила Самарянка К колодцу Она Христа О чем спрашивал А он ей сказал И открылись Ее глаза Она искала Духовного Хотя находилась В грехе А это праздное Любопытство Тем более Это все Отражено В любом Паспорте Паспорт возьми И там видно Женатые Неженатые Дети есть Нет Это ничего не дает Мужчине Даже неприлично Об этом говорить Ну извините Извините За такую Нет В своем доме Не в своем Живешь Это никакой роли Не играет Совершенно Неженатому Спасаться Легче Конечно Неженатому Не женатые Заботятся О Господнем А женатые Заботятся Как угодить Жене Заботятся О мирском Мирское Небесное Это же разница Ну вот В принципе Еще вот Есть пара Вопросов Вот Как бы На будущее Если мы с вами Будем на связь Выходить Вы вот Я не знаю Вот Владимира Николаевича Лоскова Вот А его книга Свобода воли Не буду Даже считать не буду Я сейчас этим не занимаюсь У меня времени Совершенно нет Совершенно Это может быть Последняя встреча Если вопросы у вас будут Только один раз в месяц Может быть Вам зайти Один раз в месяц С трех До семнадцати По Москве И сначала Напишите Вот как сегодня Я могу ли Разговаривать Или нет Потому что То у нас занятия То люди Я все время заняты Я за компьютером Каждый день Сижу С четырнадцать С шестнадцать Часов Вы постоянно В движении Да? Постоянно Ну извините Что если что-то Я не так Вопросов нету? Ну все, спасибо Слава Христу До свидания Всех Господи До свидания Во славу Божию Давайте Созрешите Давайте Так Можешь Дать мне Так До свидания